Приветствую вас! Золото из микросхем. Чтобы не тянуть время, я решил сделать короткий, но понятный обзор. Для начала избавляемся от ножек микросхем. Это можно сделать старыми ножницами. Они состоят в основном из латуни или железа. Если ножки позолочены, тогда оставляем. Вот мы избавились от ненужного материала. Это нужно для того, чтобы сэкономить кислоту, чистый материал, разные старые контроллеры, все содержат понемногу в себе золото, а также процессоры. Обжигаем эти микросхемы в печи или как вам угодно. Как обожгли, дайте материалу остыть. Лично я начал все на следующий день. Берем обожженные микросхемы и толчем их. К примеру, пластиковым прутком. И не забываем, золото находится там, в перемешку с золой, и высматривать его не надо. Оно никуда не делось. Азотная кислота. После того, как все подготовили и перекинули в колбу, лучший вариант все протравить в азотной кислоте. Все, что не надо раствориться, это железо и медь и другие разные металлы, а золото останется в осадке. Таким образом, можно избавиться на 85% от ненужных металлов. Это четвертый раз порции азотной кислоты, которую я подливал время от времени. По завершению начинаем фильтровать ненужный синий раствор. Ушло чуть больше литра азотной кислоты. Кислоту использовал чистую, не техническую. Получается вот такой раствор ярко-синий. Полученный отфильтрованный раствор можно сразу не выливать. В этом растворе присутствует серебро, и если вас интересует этот металл, можете сделать следующее. Разбавить пару ложек обычной столовой соли водой, и добавить этот насыщенный солевой раствор к синему раствору. Серебро выделяется моментально, в виде хлорида серебра, белого творожистого осадка. Дайте немного постоять раствору, и осадок выпадает на дно. Возвращаемся к золоту. Смешиваем азотную и соляную кислоту, и получаем царскую водку. После травления в азотной кислоте, в этом осадке осталось золото, а также еще немного других металлов. Наливаем кислоту, и золото начинает растворяться. Желательно делать под вытяжкой, или через газоотводную трубу, как у меня. Как закончить, и снова фильтруем. Только на этот раз в растворе будет присутствовать золото. На все про все у меня ушел день, а раствор получился темно-зеленый. Это только половина микросхем, которые я переработал. С другой половиной проделаю все то же самое. Наступил следующий день, и вот пришло время выделить золото. По вашему усмотрению, можно использовать железный купорос, или пиросульфит натрий. У меня оставались остатки пиросульфита натрия, и я решил использовать его. Добавляем в раствор. Золото может выделиться сразу, а может в течение 15-20 минут. Все зависит от чистоты раствора, содержания золота в нем и других фактов, таких как температура. Через несколько часов я начал фильтровать раствор, а вот и сам осадок золота. На этом же фильтре я поймаю остальную часть золота из остальной половины микросхем, которые я доработаю без видеосъемок, только покажу восстановление. Зачем показывать одно и то же? Полученный раствор из остальной половины микросхем. Сейчас буду из него выделять золото гидрозином. Железный купорос применять не буду, он почему-то не реагирует золотом, а выделяется просто белая муть. Пиросульфит у меня закончился, но есть гидрозин-гидрат. Наливаю нужное количество гидрозина и добавляю в раствор. Все помешиваю, раствор потемнел, это выделилось золото. Осталось подождать и темно-коричневый осадок будет на дне. На следующий день переливаю ненужный раствор, все золото выпало за ночь, и сейчас мы посмотрим на результат. Только я сейчас к этому раствору добавлю железный купорос и выделится муть, а это скорее всего неблагородные металлы, и не только. Как видите, раствор помутнел, и поэтому не всегда можно применять железный купорос и пиросульфит натрия. Для подобных растворов требуются специальные восстановители, которые реагируют только с золотом, как я показал. Сейчас поймаю осадок золота на этом фильтре, на том самом, на котором получил из первой партии микросхем золотой осадок. А вот и наш осадок золотом. Неплохо, неплохо. Это радует глаз. Как видите, дважды я вам показал полное извлечение золота из этих микросхем. Ничего сложного нет, нужно лишь время, с ними торопиться не надо. Делайте как я, и результат будет. А то тут некоторые агенции предлагают каждую схемку подпиливать руками, вручную, чтобы выяснить, есть в них золото или нет. Есть золото, сами видите, и никуда не делось. И серебро тоже. Но если что, вы можете по их методике поработать. Можете даже зубами надкусывать края микросхем и выглядывать через залупу. Ой, я имел ввиду лупу. Есть оно там или нет. Все переливаю, и на этом конец. Полученный осадок буду плавить в следующем видео, где переработаю другой материал по золоту. Это в следующем выпуске.